Комсомольская молодежная смена Комсомольская молодежная смена Комсомольская молодежная смена Было принято обязательство к знаменательной дате освоить производство новых моделей мебели. Фабрика уже выпускает шкафы, кровати, туалеты и другую мебель. Спальные гарнитуры, изготовленные коллективом Петрозаводской мебельной фабрики, поступят в продажу в предоктябрьские дни. Это будет хороший праздничный подарок трудящимся. Осень. Неприглядными стали серые поля. И все же они радуют тружеников карельских сел. Радуют обильным урожаем овощей и картофеля. Убирают урожай в ладвинском совхозе Маяк. Отборный картофель получат жители городов республики. Среди картофелеводов известен Андрей Иванович Квасников. Его бригада сняла по 20 тонн картофеля с гектаров. В совхозе имени Зайцева основные площади отведены под капусту. Этот совхоз расположен неподалеку от Петрозаводска. Чтобы обеспечить население столицы республики овощами, коллективу пришлось немало потрудиться. Сейчас уборка ведется на участке Звеневой Нины Алексеевны Штатной. Урожай здесь 50 тонн капусты с гектаров. Прямо с поля эти кочаны попадут на прилавки петрозаводских магазинов. Совхоз имени Зайцева сдаст нынче государству овощей в 4 раза больше, чем в прошлом году. Эта необычная с виду машина создана на Онежском тракторном заводе. Она предназначена для работ по восстановлению лесных богатств. Лесохозяйственный трактор проходит испытания в производственных условиях. Работой по созданию машины руководил заместитель главного конструктора завода Олег Васильевич Федосеев. Новая машина сконструирована на базе трелевочного трактора. Струг – одно из навесных орудий. Он расчищает почву от порубочных остатков. Навесные орудия приводятся в действие при помощи смонтированных на тракторе навесных систем. Лесохозяйственный трактор имеет четыре навесных орудия для обработки почвы. Работает он ими поочередно. В дальнейшем трактор будет снабжен также кусторезом и сейлкой. Таким образом, этот универсальный агрегат позволит полностью механизировать лесохозяйственные работы. В этот дом по улице Урицкого недавно въехали новостелы. 88 малышей. Большая и шумная семья. Хотите познакомиться с ними поближе? Перед вами воспитанники четвертых детских ясли. Если уж знакомиться, так со всеми не правда ли? Пожалуйста, пройдемте в другие комнаты. О, да здесь самая настоящая художественная мастерская. С ребятами занимается Зоя Павловна Пугачева. Не так-то просто бесформный комочек пластилина превратит в красивую вещь. Вот, извольте, готово. Побольше терпения и можно выстроить самый настоящий высотный дом. Здесь немало строителей. Однако отправимся дальше. Пока заботливый хозяин угощает своих плюшевых гостей, кто-то всерьез занят тем, чтобы накормить его самого, да и всех других маленьких хозяев этого дома. Вкусно, очень вкусно. А вот и самостоятельные люди. Аппетит прекрасный и меню вполне устраивает. Чего же еще? После обеда нужно обязательно отдохнуть. Не будем им мешать. Художники Карелии готовятся к 40-летию октября. Заслуженный деятель искусств республики Георгий Адамич Стронг завершает серию портретов старых большевиков. Христофора Георгиевича Дорошина, Ауры Иваны Киискенен, Петра Федоровича Анохина. На холсте оживают черты одного из организаторов советской власти в Карелии Ивана Васильевича Матвеева. О людях труда рассказывает в своих картинах Иван Александрович Ефремов. Портрет моториста электропилы Эролейва художник начал писать в лесбранхозе. Работа близится к концу. Осталось нанести последние мазки и картина будет готова. Несколько новых произведений написал молодой живописец Александр Семяшкин. Сейчас на Всероссийской художественной выставке в Москве экспонируется его картина «Ленин в Третьяковской галерее». Это эскиз картины. Лучшие работы карельских художников будут представлены на республиканской выставке, посвященной 40-летию октября. Вепский народный танец «Шестерка» в тройках исполняет танцевальная группа ансамбля «Кантели». Это один из номеров новой концертной программы, подготовленной ансамблем к 40-летию октябрьской революции. «Кантели» 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 Субтитры создавал DimaTorzok